И о развитии цифрового серфиса в Казахстане. В минувшем году внедрена медицинская информационная система для поликлиник. Она позволит в скором времени отказаться в лечебных учреждениях от амбулаторных карт и лишнего бумажного документа оборота. Сервисные программы внедряются и в учебе. Система электронных журналов и дневников действует уже в 4000 общеобразовательных школ страны и имеет около 3 миллионов пользователей. Назамгуль Кумыспаева тестировала и проверяла удобство Екунделек. Чтобы получить школьную оценку, дети стараются. В обучение вкладывают не только упорство, труд, но и душу. Аида ученица 9 класса старается учиться на отлично. Говорит, с появлением электронных журналов и дневников получать знания стало как-то даже интересней. Удобство программы замечает ученица во всем. Родители всегда в курсе полученных оценок ребенка, а школьник всегда в курсе в изменениях школьного расписания и домашнего задания. После того, как я получила пятерку, через 10 минут на звонки я зашла в электронный сайт, в электронный дневник и проверила свою оценку. Через 10 минут высветилась моя оценка. Мне это предложение очень нравится. Я могу дома проверять свои домашние задания, которые мне задали. И мне очень удобно пользоваться с ним. Об удобстве электронной системы говорят и сами учителя. Теперь не нужно ежедневно на урок приносить вот такой вот классный журнал. Оценки ученикам выставляются одним кликом мыши. Для того, чтобы поставить ребенку ученице оценку, я захожу через главное меню, нахожу журнал успеваемости, здесь написано. Затем нахожу девятый класс. В данный момент идет урок в девятом Г классе. Я нажимаю на оценки, нажимаю на плюсик. Открываются оценки. Если, например, ребенка нет, сегодня ученика нет в классе, то я нажимаю на нет. Значит, появляется здесь небо. А если я выбираю оценку, я нажимаю на оценку. Одна оценка, пять. Появляется оценка. Хорошо тем, что мы, как раньше, все это от руки не пишем. Мы открываем журнал и ставим оценки. Преимущество электронной системы и в том, что итоговые оценки за четверть или год выставляет сама программа. Раньше учителя сами складывали отметки и выводили оценку. Ко всему прочему, школьник в течение учебного года может контролировать количество своих оценок и влиять на итоговый балл. Например, оценки за первая страница здесь, какие оценки были. Дальше вторая страница, какие оценки были. И все это сразу же средний балл показывается. Например, у вас лбек-багдавлет 3,83%. Это значит, четверку можно ставить. Я не считаю, как раньше. Я не смотрю, как... Мы там переживали, не ту оценку поставили. Даже бывало так, что родители приходили и говорили, сами считали, приходили и говорили, что моему ребенку можно было бы поставить четверку или пятерку, а вы поставили такую оценку. Сейчас никакого спора быть не может. Потому что считаю, не я. В системе зарегистрированы и работают порядка трех миллионов пользователей. Это и ученики, и родители, и учителя. При этом у каждого имеется свой логин и пароль, что исключает любое внешнее проникновение в эту систему. От амбулаторных карт намерено отказаться и в казахстанских поликлиниках. Сейчас медицинскую информационную систему осваивают более 280 поликлиник страны. А это больше половины всех больниц. К примеру, только к этой поликлинике прикреплено порядка 70 тысяч человек. И вся история их болезни находится здесь, в этой регистратуре, на этих полках. Врачи говорят, что отказаться от бумажной волокиты готовы прямо сейчас. С внедрением этой программы облегчается работа врача в плане того, что здесь у нас вводятся данные пациента, уже автоматически данные, адрес пациента. Затем каждый врач создает шаблон на своего пациента. И этот шаблон уже переносится в эту программу. В основном, медицинская информационная система работает с марта прошлого года. Все приемы пациентов, история болезней и их лечение отображаются по одному клику мыши. Возьму, например, пациента, которого я уже посмотрела. Открываю медицинские записи. Пациент у нас уже давно болеет. И так как я времени не знаю, сколько он уже болеет, недели, две, я приблизительно ставлю, допустим, дату с 4 декабря. И смотрю заранее все его посещения. Допустим, он был 25-го, 27-го. 25-го открываю, смотрю заранее, чем он болел, какие были жалобы. Врачи говорят, с появлением этой программы во всех поликлиниках, врачи смогут открывать амбулаторную книжку пациента из любого города страны. Например, если пациент находится в городе Астане, проживает, прикреплен к поликлинике, и поехав в другой город, он заболел. И благодаря этой программе пациент, врач, любой врач может войти в эту программу и найти данные этого пациента, по его ИИН заходит и есть его история, вычитает его историю и оказывает ему, соответственно, необходимую помощь. Главный посыл государства от этих нововведений – в первую очередь повышение качества жизни казахстанцев. Назамгулькум Испаева, Айдос Медельбеков, Бекбулат Базаров. Итоги дня.